МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти высотки в Сампатхее, пожалуй, самые знаменитые творческие дома. Здесь, на верхних этажах, чуть ближе к небу, работают художники и скульпторы, и шкралы. Сегодня мы побываем в одной из мастерских и посмотрим, как живет и работает скульптор. Старый, давно требующий ремонта подъезд на стенах творения дворовых художников. Путь в обитель искусства, как контраст между полетом мысли и грубо реальностью. И вот мы, наконец, на месте. Здесь работает целый семейный подряд скульпторы. Она, заслуженный художник Мариел, он России. Галина и Анатолий Медведев. Огромные окна с панорамным видом на город дают максимальное количество света. Здесь стоят миниатюрные эскизы того, что уже было отлито в бронзе или гипсе, и того, чему еще только предстоит увековечиться. Но начинается работа скульптора не всегда в мастерской. Еду я в автобусе в Сидельниково летом. И справа от меня заливные луга. И женщина идет скоромыслом. И у меня это запечатлелось в памяти. Вот это самое главное. С чего начинается мысль. И я сделал каркас, вылепил ее с пластилина и отлил в бронзе. Вот вы видите, что я назвал композицией летом. Подготовка к работе – это не только идея. Чтобы создать живой образ, каждая деталь должна встать на свое место. Например, для создания этой композиции молодой семьи из древнего славянского рода скульптор изучил костюмы славяных, традиции и обычаи, тонко подметив суть. Главным для наших предков была семья и дети. Молгожданное счастье. Вообще создать сказочный, вымышленный персонаж – это особое искусство. Его надо вылепить с нуля. Хотя прототипом часто становится реальный человек, как, например, этот рыбак, похожий на Деда Мороза из сказки. Охарактеризовать все-таки какую-то такую самобытность нашей республики я попыталась вот в этой композиции. Богатырь Кокша, очеловечив его друга лошадь, как-то диалог, мне кажется, на берегу нашей реки, как шаги, объединив его с архитектурными какими-то сооружениями, он, мне кажется, будет очень интересно смотреться. Каждая работа, даже если ее вес несколько тонн, а высота 4 метра, выполняется сначала в пластилине, причем не в натуральную величину, а в миниатюре. Такой эскиз уже утверждают заказчикам. Начальная подготовка эскиз начинается с заказчика. Заказчик дает задание, что бы он хотел видеть. Ну вот перед вами тут два эскиза, ну как памятник учителю. Вот этот эскиз лепил, я выполнял. Вот этот эскиз выполнял моя супруга Галина Петровна. Эскиз выполняется с пластилина, пластилин скульптурный. Дальше работа отправляется на литье. Отливают такие скульптуры сначала в гипсе, а потом уже в бронзе. Это один из самых затратных моментов. Чаще всего отливают скульптуры по частям, а потом сваривают в единое целое. Так что скульптору приходится чистить, тонировать и доводить работу, как говорится, до ума. Так на создание одной работы от задумки до готового результата может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Все материалы хороши. Для каждой работы свой материал. Или дерево, или мрамор, или литье алюминий, или бронзи. Зависит от того, если захотела работу в дереве. То есть надо выявить ее структуру, структуру это дерево показать. В общем, характер. Ну и работу эту воплотить, чтобы она смотрелась. Ну как бы воплотилась и замысел. Что хотелось сделать. Если изобразить нужно реально существующего человека, в ход идут фотографии. Лучше, когда модель сама может попозировать скульптору. С артистами театра, опера и балета наших героев связывает давняя дружба. Барельефы, которые украсили мраморные стены театра, работа Анатолия и Галины Медведевых. Здесь сцены с постановок, настоящие костюмы и артисты. Работа заняла два с половиной года. Как вспоминают скульпторы, иногда приходилось засиживаться по 14 часов в день. Порой даже ночевать оставались в студии. Выдержать такой темп непросто, но они поддерживают друг друга. Как 40 лет назад, все время вместе. И на работе, и дома. Он для нее самый строгий критик, а она для него самый верный друг. Работа нас объединяет. Наши творческие работы, нас объединяет. И нам интересно. Ну и мы друг без друга не можем. Да тихонечко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова